Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Речь сегодня пойдет, как вы уже поняли, о огурцах. Потому что, когда я выкладываю фото вот этого своего плодоносящего огурца, многие вновь прибывшие, которые добавили с друзья недавно, начинают снова спрашивать, как называется этот сорт, как его выращивать. Хотя все эти материалы есть у меня на странице, я расскажу еще раз. Для этого выращивания ранних урожаев подходят только которые F1. Именно вот этот сорт у меня Бедрета. Вот он. Я когда его садила, я все о нем рассказывала. Ну, не знаю, почему люди на странице материалы не смотрят, а просто фотографии. Но я еще раз расскажу, что Бедрета это ранний спелый гибрид для выращивания в открытом защищенном грунте. Зеленцы 10-12 см и так далее. Самое важное то, что он не пчелоопыляемый. Он сам завязывает плоды. Сразу цветок идет с плодом. Мне нравится он еще потому, что у него пучковые завязи. Видите, тут с каждой пазухи лезет... Тут я сломала немножко нечаянно. По несколько огурчиков. И вот он мне нравится тем, что он не расползается. Вот идет одна культурная эта веточка. Из каждой веточки, из каждого пазуха лезут огурчики. Даже там внизу, где казалось бы, когда один огурец, он отплодоносит и все. Но вы видите, что вот этот огурец висит большой. Он сейчас, я его сорву. На его месте вырастет другой. И там еще малыш вылазит. Они будут до бесконечности лезть и лезть из пазух. И пасынков у него преимущественно нет. Вы видите, что культурно идет в одну строчку. Мне этого и надо. Потому что сейчас места для огурцов у нас нет. Вы видите, что все здесь занято другими у нас квартирантами. Этот огурец у меня был сначала в стаканчике, потом в ведре. И сейчас я его просто пересадила в старую стиральную машину. Малютка еще с советских времен. Тут он у меня и будет. Это именно для получения раннего урожая. Когда еще ни в открытом грунте, ни в теплице я посадить не могу. Потому что в открытом грунте у нас холодно, в теплице у меня место занято. Получить ранний урожай вот так в маленькой таре, даже в ведре, это реально. Выбирайте правильно сорта. Вот такой сорт, например, красивый, маленький, хороший, любимчик. Если написано пчелоопыляемый, то рано садить его не надо. Будет разочарование. Вы не получите огурчиков, только зря потратите время. Если хотите получить такой же, но только очень поздний урожай, не выбрасывайте старые ведра. Возьмите, купите какой-нибудь вот, например, зимний F1. Написано холодостойкий для выращивания в зимние, осенние и весенние периоды. Осенью, август-сентябрь, можно посеять, вырастить его в ведре и потом увезти домой в квартиру, поставить на подоконник. Как ранний, так и поздний урожай можно получить только с гибридных. Запомните, если будете покупать на осень, только чтобы был F1. Все статьи есть у меня на странице. Заходите. Ольга Чернова, 56 лет. Город Бийск, Алтайский край. Чтобы получать видео и статьи в тот же день. Добавляйтесь, друзья. Принимаю всех, делюсь информацией абсолютно со всеми. Бесплатно все это рассказываю, показываю. Вот эти огурцы мы начали есть 9 мая, первый раз делали салат. Посеяла в апреле, никаких хлопот он мне не доставил. Был в ведре, в теплую погоду выносили, в холодную заносили домой. Все, потом пересадила в стиральную машину. Он будет у нас целый месяц нас кормить, всю нашу семью. Потому что завязи очень много, мы рвем, вырастают новые. Мы уже с огурцами. Все, до свидания. Вот, всем новичкам даю совет, на будущий год нынче не выбрасывайте старые ведра, которые лопнули пластмассовые, бывает, или там сломались, они ломаются очень часто. Складывайте все в кучку. На будущую весну можно вырастить в ведре и перец, и огурец для раннего использования. Перец в ведре можно заносить домой, особенно острый. Он будет ползимы плодоносить, а вы будете рвать свежие стручки. До свидания.